В свое время мы определяли класс типов функтор и говорили, что чтобы функтор работал хорошо, чтобы он удовлетворял определенным свойствам, не менял структуру контейнера, нам требовалось, чтобы представители этого класса типов удовлетворяли определенному набору законов. Для функтора было два закона. Чтобы монада работала как следует, чтобы она позволяла организовать цепочки вычислений определенного рода, тоже требуется, чтобы наш представитель класса типов монад удовлетворял определенным законам. Для монад таких законов три. И первый закон мы уже фактически вывели на прошлом степе. Давайте вспомним, что мы сделали. У нас была функция wrapAndSuck, и мы вызывали ее двумя способами. Первый способ вызова этой функции выглядел следующим образом. Мы просто вызывали функцию wrapAndSuck на некотором значении и запускали runIdentity. Она один раз выполнялась и возвращала нам значение 4. Однако совершенно эквивалентной формой записи служит вот такая вот форма записи. Когда мы функцию wrapAndSuck лишили своего аргумента, а перед этим взяли аргумент этой функции, упаковали с помощью функции return это значение в нашу монаду, и дальше передали ее в оператор монадического связывания. Такое действие, точнее говоря, операторы bind и return должны быть связаны таким образом, чтобы вот такое вот вычисление и такое вычисление всегда давали один и тот же результат. То есть, неважно, что сделать. Вызвать, взять стрелку клейсли и вызвать ее на некотором значении, или же взять это значение, упаковать его с помощью тривиальной стрелки клейсли, оператора return, в наш монадический контейнер, а дальше вызвать bind. В общем виде этот закон выглядит следующим образом. Мы говорим, что return a, связанный оператором монадического связан с некоторой стрелкой клейсли, это то же самое, что стрелка клейсли, примененная к тому аргументу, который у нас присутствует в операторе return. Это называется первым законом монад. Он должен выполняться. Мы видим, что для нашей монады он выполняется. Для других монад мы всегда должны проверять, выполняется он или нет. Ну, точнее, не всегда должны проверять. Мы для каждой монады должны понять, что он выполняется, и после этого сказать, что да, эта монада хорошая, мы можем использовать всю мощь механизма монад для работы с этой монадой. Писать представителей, для которых законы нарушаются, и в частности первый закон, это очень неправильный подход. Давайте теперь, после того, как мы обсудили первый закон, перейдем ко второму закону монады. Рассмотрим сначала пример. Запустим наше вычисление, запустим наше вычисление, которое мы запускали до этого, вот это, мы, естественно, получаем значение тройку. Давайте теперь, поскольку все наше выражение представляет собой монадическое значение, значение, упакованное в контейнер identity, мы можем использовать его как левый оперант оператора монадического связывания и прицепить после этого вычисления, прицепить знакомую нам функцию return. Оказывается, что вот такая операция никак не влияет на результат вычисления. Что здесь происходит? Здесь говорится, вот у нас есть некоторая монада, а некоторое значение упакованное в контейнер, ну, в данном случае это значение тройка. Оператор монадического связывания что делает? Он вынимает тройку из нашего коробочки identity и дальше передает ее в качестве аргумента вот в эту стрелку к лейсли. Но то, что передается в качестве аргумента в стрелку к лейсли, имеет тривиальную природу. И у нас получается, что после выполнения этой стрелки к лейсли, которая вот здесь, определение монада у нас присутствует, после выполнения этой стрелки к лейсли, у нас получается просто наше значение 3, упакованное в нашу монаду identity. В случае монады identity мы видим, что этот закон естественным образом выполняется, мы видим это на примерах, но мы можем, просто глядя на те вычисления, которые происходят у нас вот здесь, вот сказать, что да, конечно, это так. То, что вынимается из монады identity, передается в качестве аргумента стрелка к лейсли, и стрелка к лейсли выполняется. Поскольку в данном случае это тривиальная стрелка к лейсли, то мы просто перекладываем значение обратно в контейнер identity. Но этот второй закон монад тоже должен выполняться для любой монады, а не только для нашей identity. Второй закон монад в общем виде может быть записан таким образом. m это некоторое произвольное монадическое значение, то есть нечто упакованное в монадический контейнер. Ну, это следует просто из типа нашего оператора. Говорится, что если у нас прицеплен в конце return, то мы можем этот return, прицепленный в конце, отбросить. Монадические законы, первый и второй, выражают в некотором смысле тривиальную природу оператора return. Он не должен выполнять никаких сложных действий, он должен просто обеспечивать нам естественное, простое вложение какого-то произвольного значения в наш контейнер. Если мы посмотрим немножко внимательнее на выражение, которое у нас есть, мы увидим, что в каком-то смысле эти первые и вторые законы похожи на законы для моноида. Действительно, у нас была в моноиде законы левого и правого единицы, левого и правого нейтрального элемента. Ну вот мы видим, что оператор return в некотором смысле выступает в качестве нейтрального элемента в некотором моноиде. Однако эта аналогия не является полной, потому что тип нашего оператора, тип оператора bind, таков, что его левый и правый операнды, левые и правые аргументы, они не имеют одного типа, они имеют принципиально разный тип. Здесь значение, упакованное в монаду, а в качестве второго аргумента выступает стрелка к лейсли. Поэтому монада не является моноидом, если мы ее записываем на таком языке. Однако на самом деле здесь есть глубинная связь с моноидом. Если переписать определение монады на немножко другом языке, то окажется, что первый и второй законы монад это как раз некоторое утверждение о том, что некоторое выражение, что return, является левой и правой единицей. На самом деле монада это моноид, если ее записать на некотором другом, отличном от нашего языке. Ну, описание того, как это сделать, оно выходит за рамки нашего курса. Мы не будем обсуждать эту идею.